Добрый вечер! В Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белошева. Лес рубят, погоны летят. Что военная прокуратура ищет в офисах Госпогранслужбы по всей стране? Не гастрит, так золотуха, что в этот раз помешало провести судебные заседания по делу торнадовцев. Слежка за журналистом. Нацполиция опубликовала результаты служебного расследования по делу Шеремета. Крайней посвалки 72-летнего экс-директора Грибовицкого полигона взяли под стражу на два месяца. Лесная война. Главная военная прокуратура сегодня нагрянула с обысками сразу в три управления Госпогранслужбы. В Чопе, Львове и в Центральный Киевский офис. Правоохранители утверждают, что именно пограничники несут ответственность за массовую вырубку ценной древесины на границе со Словакией. Ущерб оценивают в 19 миллионов гривен. Так кто же рубил лес и почему щепки летят в сторону Госпогранслужбы? Разбиралась Марина Коваль. Просека вдоль границы со Словакией протяженностью в 30 километров. Это оперативная видеополиция. От деревьев одни пеньки. Так выглядит приграничная территория после незаконной вырубки. Поработали лесорубы в трех районах Закарпатской области. Уничтожили деловой лес, запрещенный к вывозу за границу. Дуб, граб, ясень, бук. Ориентировочная стоимость около 19 миллионов гривен. Занимались вырубкой неместные. Об этом полиция заявила еще в начале года, когда и выявили незаконную вырубку. Со стороны Украины отсутствуют любые подъездные дороги. И любые трейлевольные волоки отсутствуют. Фактически весь лес забирался со стороны Словакии. Вырубали по нашей оперативной информации. Это Словакия. А кто им дав дозвину? Встановлю. Украинские лесники сразу же открестились, мол, это зона ответственности пограничников. Известно, что лес рубили несколько недель, повалили 7663 дерева. Закарпатской облгосадминистрации говорят, первыми предупредили о незаконных рубках в приграничной зоне. Прикордонники имеют, это их посадовые обязательства, периодически прочищать лесосмугу, которая прилегает к контрольно-следовому смуги. Вот под этим выглядом законного прочищения контроля лесовой смуги была вырублена масса деревьев, украинской деловой деревьев и оттянута на Словакскую территорию. Такие вещи не могли отбудеться без видов наших прикордонников. В контрабанде закарпатского леса могут быть замешаны самые высокие чины в погранслужбе. Об этом можно судить потому, что обыски сегодня прошли не только в ЧОПском погранотряде. Именно его сотрудники отвечают за зону, где были обнаружены вырубки. Изъяли документы также во Львове и в Центральном офисе в Киеве. Во все три офиса нагрянули сотрудники главной военной прокуратуры и департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Сами пограничники в ЧОПе осторожно хранят молчание. В Киеве ситуацию комментировал пресс-секретарь Госпогранслужбы. Говорит, намеренный обратиться к генпрокурору, поскольку все документы, которые изъяли сегодня, к делу не относятся. Ведь материалы уже давно у прокуроров. К тому же пограничники в недоумении провели собственную проверку и факты незаконных вырубок подтвердили. В результате в Западном региональном управлении со службы уволены шестеро сотрудников, четверо понижены в звании и должности, еще пятеро получили выговор. Мы установили, что не на делянке одного отдела, а на делянках трех отделов проводилась эта вырубка. Это первое. И самое главное, что прикурдонники не есть в этой справе основными фигурантами. Потому что любая злочинная схема существует с залучением представителей других правоохранных органов, в том числе и прокуратуры. Очень часто органов местной власти. И в данном случае представители лесгоспа. То есть мы говорим о масштабном схеме. На сайте генпрокуратуры подтверждают, сегодня изъяли документы и провели обыски в рамках уголовного дела по факту незаконной вырубки леса в пограничной зоне. В результате выдвинуты подозрения четырем пограничникам. Они задержаны. Суд определил меру пресечения залог. А более детальные комментарии обещают завтра на пресс-конференции Юрия Луценко. Марина Ковалев, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер. И еще об одном громком деле, связанном с незаконной вырубкой леса. Ужгородский суд вынес решение о нарушении таможенных правил компании «Укрлескомплекс», которая пыталась незаконно вывести за границу 24 вагона с древесиной. Об этом на своем сайте сегодня написал губернатор Закарпатья. По закону за такие нарушения предусмотрено обмен на Казани. Но поскольку компания фигурирует в уголовном производстве, суд постановил вернуть все материалы в полицию на досудебное расследование. Известно, что под видом топливной древесины компания «Укрлескомплекс» собиралась переправить в Чехию 24 вагона с кругляком. Во время проверки выяснилось, что в документах была указана неправдивая информация о количестве древесины, о ее размерах и таможенной стоимости соответственно. Сертификат происхождения леса был вообще выдан на другую партию. Обмен видеообвинениями в сети появилась еще одна запись стычки сотрудников НАБУ и ГПУ. 12 августа это произошло. В ролике под названием «Произвол НАБУ» с комментариями изложена совершенно иная версия происшествия. Сотрудники ГПУ заметили слежку за зданием Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики и решили обыскать квартиру из окон, которые, собственно, и следили. Там нашли спецсредства для записи информации, которые присутствующие в квартире пытались скрыть. Ролик в Ютьюбе опубликовал некий пользователь Карл Ганн, как он себя называет. Это единственное видео на его канале. В ГПУ происхождение записи не комментируют. Во всяком случае, ни на официальном сайте, ни на странице ведомства в Фейсбук информации по этому поводу нет. Я напомню, что вчера свою версию событий озвучил директор НАБУ Артем Сытник. По его словам, сотрудники бюро действительно вели наблюдение. У них было на это разрешение суда. В квартиру, где проводилась слежка, ворвались сотрудники ГПУ. И силой увели двоих технических работников НАБУ, после чего их удерживали 11 часов. Сытник утверждает, что этих людей допрашивали и даже пытали. Об их освобождении он лично ходатайствовал перед генеральным прокурором Юлием Луценко. Позднее НАБУ опубликовало видео, на котором уже освобожденные сотрудники бюро рассказывали о том, с каким пристрастием их допрашивали в ГПУ. Ну, а новую запись неизвестного происхождения прокомментировали в пресс-службе НАБУ. Она поможет опознать тех, кто препятствовал законным действиям сотрудников бюро. При этом отмечают, что ролик смонтирован так, что сотрудники ГПУ выглядели жертвами. Напомню, что по факту, произошедшего 12 августа, и в НАБУ, и в ГПУ завели уголовные дела друг на друга. По словам Сытника, завтра он встретится с Луценко, чтобы обсудить и найти все-таки выход из сложившейся ситуации. Дело Павла Шеремета. Сегодня нацполиция обнародовала результаты служебного расследования и официально опровергла информацию о причастности первого замглавы нацполиции Вадима Трояна к незаконной слежке за руководителями украинской правды Павлом Шереметом и Аленой Притулой. Официальный ответ ведомства опубликован сегодня на сайте интернет-издания. Материалы расследования переданы в ГПУ. Я напомню, что информация о том, что Троян организовал слезку за журналистами, появилась сразу после убийства Шеремета. Трагедия произошла 20 июля. Автомобиль, за рулем которого был журналист, взорвали прямо в центре столицы. Спасительные койки. В очередной раз не состоялось судебное заседание по делу бойцов роты Торнадо. Здание Абалонского райсуда сегодня взяли в кольцо и правоохранители, и активисты. Снова не обошлось без кареты скорой помощи. Так почему же слушание дела в который раз перенесли? Узнаем у Ольги Теребинской. Сотни правоохранителей, десятки активистов и представителей СМИ. Автозаки, скорая и пожарные машины. Такую картину можно было увидеть сегодня у здания Абалонского райсуда. Там рассматривают в закрытом режиме скандальное дело торнадовцев. Напомню, бывшего командира роты патрульной службы особого назначения Торнадо Руслана Нищенко и 11 его бойцов обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе и в насилованиях, похищениях, разбоях и грабеже. Несколько предыдущих заседаний сорвали активисты и сами обвиняемые. Поэтому каждый раз меры безопасности становились все жестче. Сегодня, вторник, 16 серпня, оголошено распоряджением главы суду нерабочим днем. Окрім розгляду криминальной справы по обвинувачению працівників роты патрульной службы милиції особого призначения Торнадо. Сегодня на заседании должны были допрашивать потерпевшую, якобы изнастилованную торнадовцами. Но вот жена бывшего командира Анищенко уверена, девушка врет. Эта девушка являлась сотрудником подразделения Торнадо. Она жила в школе в Приволе, где жила и я. Она заявляет о том, что Анищенко заставлял ее с собой спать. Но где была я? У меня к ней вопрос. Если ее то ли насиловали, то ли недоизнасиловали, я как бы не понимаю этого момента. Есть причина, по которой она это говорит. Она убежала из подразделения со своим парнем. Он убежал с оружием, а она убежала со списками подразделений. Что происходит в зале суда, никому неизвестно. За воротами видно, кого-то увозит скорая. К журналистам выходит адвокат. Рассказывает, заседание так и не началось. Защитника все это время в зал не пускали. Только спустя пару часов объявили. Заседание принесли из-за госпитализации одного из обвиняемых. Не сказали точно, по-моему, это Гульчук. Его госпитализировали. У него, по-моему, не дай бог, конечно, подозрение на кровоизлияние внутреннее. Поэтому или даже язва открылась, или что-то такое. Прокуроры к журналистам сегодня не вышли. Чуть больше информации рассказала пресс-секретарь суда. Сегодня по-черково обвиняемые выкликали себе кареты швидкої допомоги для их медичного огляда. За попередним устным поведомлением працовников швидкої допомоги в одного из обвиняемых было выявлено загострение выразки шлунку. Судовое заседание было откладено. Но комментарий пресс-службы активистам не понравился. Высказать свое недовольство некоторые решили плевками. Если диагноз обвиняемого подтвердится, следующее судебное заседание состоится через неделю, 23 августа. А если нет, слушание продолжится завтра. Ольга Теребинская, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. И, пожалуй, самое публичное задержание в центре Ривны возле облгосадминистрации на горячем поймали председателя одного из крупнейших поселковых советов в области. Сколько требовал этот чиновник и за какие услуги? Подробнее и на Белецкое. Возле облгосадминистрации много зевак. На стоянке валяются деньги. Под руки держат мужчину. Это следователь СБУ, полиция и прокуратура проводят спецоперацию. Вам пропонуется знак про представь вашего затримания в чиновнике злочину. Вы подозритесь, так как я вам пояснил. Что вам зрозумело, в чем вы затримали? Взагалі, відношу нанимаю дати костю і їхню. Вы зрозуміли, в чем вы розуміли? Не зрозуміли. Задержанный священник, он же глава Зарянского поселкового совета. Это в 25 км от Ривны. А взяли его, утверждають в прокуратуре, на взятки. Почти полмиллиона гривен. Вимагал він дані грошові кошти у громадянина для виготовления документації на 10 земельних ділянок, загальною площою, півтора гектара. І взагалі ці земельні ділянки мали виділятись в місцевій громаді та ветеранам АТО. Ця історія тягнулася кілька місяців. Тобто люди звернулися, написали відповідні заяви, подали їх в секретаріат садочній раді. Їм сказали, що для того, щоб було вирішено питання позитивно, то потрібно отакі кошти відділити. Зараз правоохранители проводять обисти дома і в рабочем кабінеті задержанного, а також допрашивають свидетелей. Дальше дело, а взятки передадуть в полицію. Якщо вину докажуть, то председателю поселкового совета грозит до 10 лет тюрьмы. Вот только докажуть ли? Ведь полтора года назад в Ривненской області на полмиллионной взятки уже задерживали чиновника. А тот лишился работы, но за решетку так і не попал. Інна Белецкая, Николай Васильюк, подробності телеканал «Интер» Ривне. Специалізованная антикоррупційна прокуратура не буде допрашивать нардепа Александра Онищенка ни по скайпу, ни в прямых ефирах телеканалів. Об этом заявила глава САП Назар Колодницкий. И предупредил, что больше не прокомментирует ни одно из заявлений Онищенка, где бы тот его ни сделал, ни в соцсетях, ни на телевидении. Напомню, нардеп Онищенко проходит как главный фигурант в деле об организации схемы хищения газа. В начале июля парламент дал согласие на его арест, но он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, успел покинуть территорию Украины и сейчас находится в Лондоне. Если местонахождение Онищенко правоохранительным органам известно, то где сейчас скандальный судья Чаус, прятавший взятки в трехлитровых банках, ответить пока не может никто. Но представление на его арест уже отправили в Верховную Раду. В специализированной прокуратуре считают, что местонахождение Чауса должны знать в НАБУ. Что же отвечает в НАБУ? Узнаем от Ольги Рыцаря. След судей Николая Чауса затерялся 11 августа. В тот день он должен был прийти на допрос в антикоррупционное бюро и не пришел. В НАБУ сообщили, они периодически устанавливают дислокацию судей, но из-за судейского иммунитета задержать не могут. Данных о местонахождении служителей Фемиды нет и в специализированной прокуратуре. Тем не менее, возможности бросить камень в огород НАБУ там не упустили. Это больше вопроса к директору НАБУ, к антикоррупционному бюро, который должен оперативными заходами выживать все возможные заходы для того, чтобы установить его местонахождение. Крым – это же также Украина. Можливо на территории Украины. Можливо на территории Белоруссии. Знают или не знают, в НАБУ предпочитают молчать, чтобы не спугнуть самого подозреваемого. И хотя за грандпаспорт судей у детективов, они не исключают, что Чаус в бегах. НАБУ говорят, делают все возможное, чтобы найти судью, но возможностей мало. Антикоррупционного прокурора мы никак прокомментировать не можем, это его слова. Я на разу не могу вам сказать, напевно, что мы знаем або не знаем, где он находится. Детективы Национального антикоррупционного бюро, педагогическое состояние находления выкреплено на отримании хабаря судьбой. Однако, опять же, отримать его, или брать за приближный заход еще до него, кроме как заставы, на разу не является возможным. Дать сгоду Верховной Рады Украины. А сегодня в ГПЛ заявили, ради задержания Чауса вызвали из отпуска главу Верховного Суда Украины Ярослава Романюка. Вчера он поддержал их представление на арест подозреваемого и отправил документ в Верховную Раду. Напомню, скандальный судня Днепровского райсуда погорел на взятке в 150 тысяч долларов, а полученные зеленые служитель Фемиды консервировал в банке. Ольга Рызарь, Сергей Ведмить, подробности, телеканал Интер. На апелляцию подал, на заседание не явился. Сегодня апелляционный суд рассматривал иск об отмене ареста на имущество военного прокурора Константина Кулика. Речь о двух автомобилях, двух парковестах, трех квартирах, одном нежилом помещении и земельном участке. Напомню, Кулика обвиняют в незаконном обогащении. Представлял военного прокурора в суде его адвокат. Стратегия защиты такова. Кулик не собственник. Все имущество принадлежит его сожительнице Ирине Немец. Но доводы прокурора оказались убедительнее. Судьи оставили без изменений решение первой инстанции и арест с имущества не сняли. Для того, чтобы особа не могла его отчужить или в какой-то другой способ изменить его, там, скажут, властника или статус, был накладен арест на имущество, на которое был наложен арест, в данном случае Кулику не принадлежит и не может принадлежать. И самое интересное, и самое главное, наверное, то, что действие статьи не охватывает тот период, когда это имущество было приобретено. Крайне по свалке. Сегодня суд избирал меру пресечения главным подозреваемым в деле о трагедии на Львовском мусорном полигоне. Кто оказался на скамье подсудимых? Какое решение принял суд? И что говорят родственники погибших? Из зала суда репортаж Галины Якушко. 72-летний, уже экс-директор коммунального предприятия «Сбиранка» Богдан Горбальд, главный подозреваемый по делу о гибели людей на Грибовицкой свалке, с опущенными в пол глазами, просит суд не отправлять его за решетку. Я не собираюсь здесь втекать, разумеется, и поэтому хотим видеть, что, если можно, изменить домашний ингрессор. Но прокурор не преклонен, уверяет, если оставить подозреваемого на свободе, он может давить на бывших подчиненных во время следствия или вообще убежать. Пока суд совещается, в зале нарастает недовольство. Ни активисты, ни родственники погибших не могут понять, почему на заседании нет ни руководства госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ни городского головы. Директори, заступники, міськая рада мают ответить. Три структуры мают быть в суде. А почему только одни ви тут есть? Вам же нет чего пояснить. Начинайте, никого не подривайте, вам никто не поможет. Вам никто не поможет. Вам легче? Это просто смешно. У вас деда, 72 лет, изо всех других хоров, первым должен быть нашим мэром. Первым. Дальше начальство наше, замчается. А вот и решение судьи. Застувать до подозреваемого хорба, да, мы должны когда-нибудь за поезд, да, как говорили, тримание под вартою. Два месяца ареста или же 110 тысяч гривен залога. Подсудимый намерит искать деньги. За где такие гроши, чтобы заплатить, и можно было? Ну, буду ровно, потому что это такое же свое следует, пусть так. Такое же решение суд вынес и в отношении другого подозреваемого, замдиректора предприятия Бориса Плашенко. А вот отправят ли в СИЗО третьего подозреваемого начальника Грибовицкого мусорного полигона, пока неизвестно. Как только Александру Купричу вручили уведомление о подозрении, он слег на больничную койку. Галина Якушко, Юрий Голубинко, подробности, телеканал Интерльвов. Опасный могильник. Незаконная свалка угрожает Каховскому водохранилищу. Какие отходы свозят туда со всего Никополя, и почему это не волнует? Чиновников разбирался Сергей Бордежа. Вот сразу же рядом это промышленный мусор, это отчетливо видно, то есть сгружается это все большими машинами. Даже трудно поверить, что когда-то на окраине Никополя был живописный берег Каховского моря. Сейчас здесь тонны отходов со всего города. Вот именно сгоревшие черепа животных. Вот чуть-чуть выше внутренности этих же животных. В больших количествах это тонны, которые сжигают. Гарь и вонь с этой незаконной свалки хорошо слышны и в самом городе. Местные говорят, привыкли. Ветер будет сюда дуть, он сюда достанет по-любому, конечно. Как люди спасаются? В дом заходят и все. Вот как можно сейчас спасаться? По словам экологов, подобных стихийных свалок на берегах Каховки в Никополе десятки. Неустановленные химвещества попадают как в грунтовые воды, так и в Днепр, откуда горожане пьют воду. А в горы отсутствует система управления отходами. Менеджмент отходов на полном нуле. И при этом ликвидировано дело экологии, который должен был бы заниматься организацией управления отходами. Сейчас за все эти незаконные и небезопасные свалки в Горсовете отвечает управление ЖКХ. Там уверяют, убрали таких уже полсотни. А эту просто не заметили. Устанавливается правонарушитель. Если он не будет установлен, то будет принято это как стихийная свалка. И за бюджетные деньги это все будет убрано. В Минэкологии подробности заверили. Сейчас как раз проводят инвентаризацию таких стихийных свалок по всей Украине. Уже насчитали как минимум 20 тысяч. Вот только утилизацию всех этих отходов должно контролировать другое министерство. Министерство экологии контролирует только воздействие на окружающую природную среду. Размещение их на местах удаления отходов а именно сметизвалощ контролирует. Этим занимается министерство регионального будильництва совместно с местными органами самоуправления. Между тем, никопольские общественники и экологи уверены, проблему утилизации биоотходов и прочих опасных веществ нужно рассматривать как угрозу национальной безопасности. Ведь подобных смертельно опасных объектов в Украине не счесть. Сергей Бордюжа, Елена Механик, Игорь Воробий. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область. Ожесточенные бои продолжаются в пригороде Донецка-Марьенке. Боевики обстреливают позиции украинских военных из крупнокалиберных минометов. О том, как украинские военные держали бой этой ночью расскажет Вениамин Трубачев. Этот террикон контролируют боевики. Там у них оборудованы минометные и артиллерийские позиции. А в лесу пулеметные гнезда. До них всего несколько сотен метров. Вот там дорога уже выезд из Донецка. С тела Донецка. 500 метров отсюда. Вот это все полоса леса. Это уже как бы их позиция. Как только начинает темнеть, гремят первые выстрелы. Вражеские пули пролетают совсем рядом. Слышен характерный свист. Военные занимают боевые позиции. Долго ждать не приходится. С каждой минутой вражеский огонь становится все интенсивнее. Боевики, кроме стрелкового оружия, в ход пускают гранатометы и минометы. Военные открывают ответный огонь. Завязывается контактный бой. Довольно быстро армейцы берут инициативу на себя и гасят огневые точки противника. Дозорные замечают движение боевиков. Есть вероятность штурма. Гранаты взрываются совсем рядом. Вражеские мины падают на соседние позиции. Бойцам вновь удается отразить атаку и отбросить противника. Выстрелы и взрывы прекращаются лишь на рассвете. Утром можно увидеть последствия ночного обстрела. Вот одна воронка, вторая. Военные говорят, что боевики ввели огонь из крупнокалиберных минометов. Взрывы были настолько мощные, что даже деревья посносило. К счастью, эта ночь прошла без погибших и раненых днем. Обычно тихо, поэтому у военных есть возможность отдохнуть и подготовить оружие до наступления сумерек. Была замечена группа ДРГ. Приходилось им отрезать пути, подходы, отходы. Особо так близко не подошли, мы их не подпустили. А вала такой, что гранатами откидывались. В том, что ночью будет очередной обстрел и бой с наемниками, здесь никто не сомневается. Вениамин Трубачев, Владлен Ноль и Руслан Терентьев. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. Украина не намерена разрывать дипломатические отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью австрийским журналистам. Он заверил, что главная задача сейчас заботиться о миллионах украинцев, проживающих в России. Если вдруг Кремль решит сам порвать с Киевом, то это, цитирую, будет его ответственность. Напомню о возможном разрыве дипотношений заявил российский премьер Медведев после обнародования информации о так называемой крымской диверсии. И новость последнего часа о беспокойности в связи с недавней провокацией России в оккупированном Крыму выразил в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Ландом, президент Украины Петр Порошенко. По его словам, цель обвинений Москвы в якобы осуществлении украинской диверсионной деятельности на полуострове это дискредитация государства в глазах международных партнеров. Порошенко считает, что российская сторона использовала провокацию в качестве повода для срыва работы в рамках нормандского формата. Лидеры Германии и Франции пообещали содействовать деэскалации этой ситуации и подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества именно в нормандском формате. Ближневосточный фронт России в Сирии, похоже, снова оживает. Зачем Москва просит Тегерана в воздушном коридоре для крылатых ракет и на какие объекты они будут нацелены, узнаем подробнее у Данила Русакова. Минобороны России просят власти Ирана предоставить воздушное пространство, как сообщается, для пролета крылатых ракет. Куда именно их планируют направить, пока не говорят. Выдадут ли разрешение в официальном Тегеране и как скоро, тоже неизвестно. Но можно предположить, сопротивляться, вероятно, не будут. Ведь на территорию государства уже перебросили дальние бомбардировщики Ту-22М3. Об этом сообщают арабские и иранские СМИ. А новостной портал Al-Mazdar News публикует снимки этих самолетов. Как утверждают журналисты, место дислокации база Хамадан, некоторые военные эксперты предположили, Москва таким образом оптимизирует логистику. От базы Хамадан до сирийской Пальмиры почти 900 километров. Расстояние почти вдвое меньше, чем от северо-осетинского Моздока. Все предыдущие воздушные операции стартовали именно с этого аэродрома. Что же касается имеющейся в распоряжении Москвы сирийской базы Хмимим, то такие бомбардировщики она принять просто физически не сможет. Условия не позволяют. Кстати, активная переброска авиатехники началась почти синхронно с наступлением армии Асада на Алеппо. Известно, что его военные силы обстреливают пригороды этого города. В ООН все эти действия уже раскритиковали и призвали к политическим методам решения кризиса. Там серьезно озабочены безопасностью мирных жителей. Как сообщается, в резолюции спецкомиссии в зоне риска сейчас находится порядка 100 тысяч детей. Вот текст заявления, цитирую. У войны есть правила. Комиссия призывает воюющие стороны вести себя в соответствии с международным правом. Комиссия подчеркивает, однако, что обстрелы Алеппо даже по законам военного времени лишь усугубят ситуацию для гражданского населения. Конец цитаты. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Два пожизненных, да еще 1900 лет в тюрьме. Именно на такой срок хотят упечь за решетку Фетхолаха Гюлена, прокуроры Турции. Проповедника, который сейчас проживает в США, обвиняют в попытке военного переворота. Вчера в стране провели показательные аресты в судах. К сотрудникам врывались в кабинеты, обыскивали и выводили их просто из зала в заседание. Задержали 136 человек. А сегодня объявили, что еще более тысячи работников госслужб будут уволены. Их также обвиняют в поддержке движения Гюлена. Этим постановлением сотрудники министерства, госинституции, которые поддерживали переворот, будут уволены и лишены званий. Таких как судья, посол, прокурор или любых военных чинов. Списки мы скоро обнародуем. Там будут представители МИДа, пограничники, полицейские и так далее. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Граната недорого. Арсеналы нелегального оружия теперь в свободном доступе. Кто крышует украинский черный рынок? Чиновники на откатах. Глава Мининфраструктуры рассказал, кто саботирует внедрение системы прозрачных госзакупок. Очередное нападение в поезде Европу наводнили террористы-одиночки. Предложение превышает спрос. Это о черном рынке оружия в Украине. Эксперты утверждают, что сегодня любой ствол можно купить без проблем. А Олег Решетняк убедился, что это возможно прямо в центре столицы. Сколько стоит автомат Калашникова и как справиться с неконтролируемой ситуацией? Давайте посмотрим. В Украине процветает черный рынок оружия. Об этом свидетельствует и официальная статистика МВД. Только за один месяц отчетного периода зарегистрировано на тысячу стволов больше, чем обычно. Неофициально же на руках людей куда больше оружия, чем указано в статистике, говорят эксперты. По их подсчетам количество нелегального оружия достигает почти 5 миллионов единиц. Очень много оружия абсолютно продается случайными людьми. Просто случайными. Которые его привезли из АТО. Начиная от гранатометов одноразовых, от МУХ, от РПГ-18-22, до гранат, патронов. Из-за огромного наплыва оружия цены на черном рынке падают, говорят эксперты. Предложение сейчас значительно превышает спрос. Торгуют все, кто могут. Если в 2012 году примерно автомат Калашникова можно было купить на черном рынке за 1200 долларов, сейчас это можно сделать за 400. По словам эксперта, черный рынок оружия процветает во всех регионах страны, но особенно там, где есть очаги напряжения. Ровно в Волынь, вот туда в зону добычи бурштына, так называемого, тоже народ готовится, ждут осени, ждут, я думаю, каких-то событий радикальных. Купить ствол или гранату нелегально, да и без связей, проще простого. Интернет переполнен предложениями. Это обычный, на первый взгляд, сайт объявлений. Он ничем не отличается от других. В перечне есть поиск работы, продажа недвижимости, даже кошек и собак тут продают. Но один раздел все-таки отличается. Охота и рыбалка. Здесь и процветает черный рынок. После недолгого поиска находим предложение. Вот, к примеру, автомат Калашникова. Звоним продавцу. А я вот по объявлению тут, автомат Калашникова продается. Да, за 100 долларов. Продавец провокации не опасается. Сразу назначает встречу прямо в центре столицы, на проспекте Победы. На уточняющий вопрос, откуда ствол, отвечает уклончиво. По словам экспертов, внутренний рынок процветает за счет оружия, вывезенного из зоны АТО. Да и не только внутренний. Факты, когда украинское оружие продается за границу, встречается все чаще. Все так, как было прогнозовано. Если государство не делает кроков на выдержание, то эти риски стают спрогнозованы, реальными. Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин уже завтра встретится с представителями известной мониторинговой компании. Они следят за оборотом легального и нелегального оружия в мире. И никогда, говорит Учайкин, не приезжают просто так. Украинские эксперты утверждают, масштабы оборота нелегального вооружения в стране угрожающие. И если ситуацию в ближайшее время не возьмет под свой контроль государство, последствия могут быть катастрофическими. Олег Решетняк, Вячеслав Фролов. Подробности. Телеканал Интер. Украфтодор и Украфтодор саботируют внедрение электронной системы госзакупок. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Амелян. По его словам, ведомства до сих пор не присоединились к системе Прозора. Мотивы главе министр инфраструктуры понятны. Он говорит, что чиновники хотят сохранить систему откатов на тендерах в конвертах и грозить саботажникам увольнениями. 60% многоэтажек в Украине нуждаются в реконструкции. Только в столице 2,5 тысячи домов еще до военной постройки. Многие из них в аварийном состоянии. Однако бюджета из года в год хватает только на косметические работы. Что делать, если по вашему дому побежали трещины, куда обращаться и как можно решить проблемы жильцов, выясняли наши корреспонденты. Видно свет, видите, пробивается. Это дырка в квартиру. Жители этой квартиры на столичной дарнице могут смотреть в дыры в стене вместо глазка. Трухлявое перекрытие, трещины и грибок здесь в каждой квартире. Нина Степановна живет в этом доме уже 50 лет. Говорит, на ее памяти был только один ремонт. Если это строилось немцами в 45-м году, то грибок, все работало. Ремонт был в 67-м году. А сейчас не ремонт не делают, не выселяют. Понимаете? А все, коммуникации, все старые. В подвале все течет. Этот дом признали аварийным еще в 2004 году. Тогда же он должен был уйти под снос, а люди получат новое жилье. С тех пор прошло уже 12 лет. Мы пишем все концы, а ответ одна и та же. Ваша черга четвертая. Ремонт не делают, потому что вы на снос, на выселение. Таких домов по всей Украине более 150 тысяч, говорит эксперт. 60% жилищного фонда находится в эксплуатации более 50 лет. Ремонт вот этих 150 тысяч домов, даже если так, по скромным подсчетам, по миллиону гривен на один дом, то необходимо 150 миллиардов гривен. Естественно, в государственном бюджете таких денег нет. Решить эту проблему могла бы программа так называемого социального жилья. Внедрить ее в столицу предлагают застройщики. Более существующего дом, в котором живут люди, строится новый жилье. Туда переселяем людей. Потом сносится существующий дом, на нем в месте другой. И таким покроковым шляхом проходит весь микрорайон. Есть разработаны предыдущие проекты о снесении старого жилья, на нем строительстве нового, современного, под новые нормы, под новые жесткие требования о теплосбережении. Но есть одно, как всегда, но. Это законодательная база, которая на данный момент не позволяет эффективно реализовать данный объект. Проектов на бумаге уже сотни. Главное принять нужные законы. Чтобы отселение не затянулось, самим жильцам нужно как можно чаще обращаться к местным властям и документировать состояние своих домов, советуют эксперты. Тогда переезд в новую квартиру не растянется на долгие годы. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, подробности, телеканал Интер. Обстоятельства трагедии 2 мая в Одессе изучат в Международном суде в Гааге и Европейском суде по правам человека. Иски подготовил оппозиционный блок. С такой просьбой к депутатам обратились родные погибших во время пожара в Доме профсоюзов. По словам родственников, украинские правоохранители тормозят и пытаются всячески замять расследование этого дела. Поэтому надеются, что международные институции смогут заставить Украину провести объективное расследование. Сегодня оппозиционеры вместе с родными погибших возложили цветы к месту, где произошел пожар. Лидер оппозиционного блока, нардеп Юрий Бойко, рассказал о том, что юристы партии уже оформили все документы, необходимые для подачи в международные суды. Напомню, 2 года назад, 2 мая в Одессе, произошли массовые столкновения между активистами Майдана и антимайдана. Беспорядки начались в центре города, где были застрелены 6 человек. Потом перекинулись на площадь Куликово поле. Там во время пожаров в Доме профсоюзов погибли еще 42 человека. И если по первому эпизоду, где обвиняемые представители антимайдана уже идет суд, то по событиям возле Дома профсоюзов до сих пор проходит досудебное расследование. Дальше мы оставляем за собой право обращаться в иные международные организации, включая организацию Объединенных Наций, для того, чтобы эта страшная трагедия не осталась безнаказанной, а те, кто ее сотворил, понесли заслуженное наказание и были привлечены по закону к ответственности. Мы видим, что сегодняшние правоохранительные органы нашей страны бездействуют и не занимаются объективным расследованием. Это видно всей стране. Как правило, как показывает практика, в европейских судах, в Каакском суде и в Европейском суде по правам человека это все проходит очень быстро и объективно. И мы уверены в том, что все, кто виноваты в этом страшном задеянии, понесут заслуженное наказание. Почти полмиллиона человек в Украине остались без работы. Это данные госслужбы занятости. Выводы ведомство сделало на основании взносов в фонд соцстрахования. За последний год он значительно сократился. Отчисления перестали платить 490 тысяч украинцев. Немного отличаются данные о госстата. На конец июля безработными насчитали 370 тысяч человек, 80% из которых получали пособие в среднем 1740 гривен. Дисбаланс на рынке труда, считают чиновники, вызван военными действиями на Донбассе. На Мариупольском направлении боевики усилили обстрелы из тяжелой артиллерии. Под вражеский огонь попадают не только передовые позиции украинских войск, но и части, которые дислоцируются в тылу за много километров от линии разграничения. О результатах одной из таких атак расскажет Станислав Кухарчук. Так догорает военный склад, но это не поджог и даже не халатность, а прямое попадание вражеского снаряда. После ночного обстрела боевиков на старой ферме, где дислоцируются подразделения украинских военных, ни одного уцелевшего здания. И это в 15 километрах от линии фронта. Ребята говорят, без корректировщика не обошлось. Там поле, типа, футбольные ходили делать, там, видите, рядышком. 3, 5, 10 метров снаряды падали. Военные грешат на беспилотник боевиков. В их квадрат прилетели не менее 40 снарядов 152-го калибра. Вражеский обстрел продолжался более часа. Роман до сих пор не может отойти от пережитого. Двое его сослуживцев получили ранение. Это уже другая зона. Это желтая зона. Это не червяная зона, это не предволение. Водей в селе поликавы. Тут люди уже не знают, что другий риг, что такое обстрел. Они просто чего все не знают. Село, в котором стоит часть, к счастью, не пострадало. Хотя осколками повредила высоковольтную линию. Работы у электриков теперь минимум на сутки. Вечером включен, пока не включен, не может. Ну, по крайней мере, высоковольт. По информации украинской разведки, наемники били с северных окраин. Окупировано Докучаевска. Там сосредоточено много вражеской техники и артиллерии. За последние несколько дней боевики кардинально изменили тактику. Теперь огонь ведут не только по нашим передовым позициям, но и по тыловым частям резерва. Это может означать только то, что противник пытается вынищивать резерв и готовиться до каких-то более масштабных действий. Великий высоток того, что будут какие-то принятые действия более глобальными, чем просто обстрел позиции. Место обстрела сегодня утром обследовали представители миссии ОБСЕ. Они должны зафиксировать в своих отчетах количество снарядов и откуда они прилетели. Еще одна группа наблюдателей сегодня работала в поселке Чермалык. Там под огонь вражеской артиллерии попало другое наше тыловое подразделение. Погиб волонтер из Бердянска. Станислав Кухачук, Владимир Дедов, Игорь Щепет из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Криминал или терроризм? В Австрии мужчина напал с ножом на пассажиров поезда. Двоих госпитализировали с ранениями. Самого нападавшего арестовали. Им оказался 60-летний гражданин Германии, который рано утром ехал в пригородной электричке. При задержании он оказывал сопротивление. Полиции пришлось применить перцовый газ. Мотивы преступления сейчас выясняют. Подозреваемый хотел быстро скрыться с места преступления. Он пытался на станции убежать из поезда. Как раз в тот момент, когда полиция помогала пострадавшим пассажирам. Трамп раскрывает карты. Одиозный претендент на кресло в Белом доме озвучил свой новый антитеррористический план. Кого он теперь не намерен пускать в страну и как его стратегия может ударить по украинцам. Мой коллега Дмитрий Анопченко знает все подробности. Он в Вашингтоне. За время предвыборной гонки Трамп так много всего наговорил. Сам периодически отказываясь от слов, которые легкомысленно бросил в полудискуссии. Но в этот раз он был абсолютно конкретен и, выступая в Агайо, презентовал свой антитеррористический план, который ударить теперь может, в том числе и по украинцам. Миллиардер, который и раньше заявлял, мол, Америка должна закрыть свои двери для иммигрантов, заявил, создаст в США новую систему для их проверки. Мол, для этого придется временно прекратить приток приезжающих из опасных регионов. Трамп и обещал, как только станет президентом, даст команду составить список таких стран и прекратит выдавать там американские визы. До тех пор, пока ситуация не станет более безопасной. О каких именно странах идет речь, Трамп не уточнил, лишь сказал обо всех, где есть угрозы, терроризм и война. Но ведь по этим размытым критериям можно и Украину к опасным странам отнести, конечно же, по версии Трампа. Тем более, что в этой же речи, в этом же выступлении он сказал о необходимости усилить сотрудничество с Россией. Действующий вице-президент Джо Байден, услышав эти заявления, назвал то, что говорит Трамп, циничным и глупым. Джо Байден специально прилетел в Пенсильванию, чтобы поддержать Хиллари Клинтон и выступить на ее митинге. Тепло обнял ее в аэропорту, на сцену они вышли, держась за руки. А говоря о главном сопернике Хиллари, Байден не выбирал слов. Мол, за всю историю страны ни один кандидат в президенты еще не был так плохо подготовлен. Мол, Трампу не хватает ума и квалификации. А хуже всего, неограниченный цинизм. Как видите, в обоих лагерях заявления громкие. Это порядком утомило американцев. Последние соцопросы показывают, что все больше жителей страны недовольны ни одним из кандидатов. Но все равно ведь кто-то из этих двух соперников будет избран. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Траур в олимпийской деревне в Рио. В ночь на вторник умер тренер немецкой сборной по гребле на каное. Несколько дней назад Штефан Хэнце попал в автомобильную катастрофу. Почему немецкие СМИ пишут, что спортсменам можно было спасти, и за что они критикуют организаторов Олимпиады, расскажет Татьяна Лагунова. Пресс-конференции немецких олимпийцев сегодня начинаются с соболезнований родственникам и друзьям Штефана Хэнце. Бывший олимпийский призер и тренер сборной Германии по гребле на каное умер в больнице Рио-де-Жанейро. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но спасти спортсмена не удалось. Когда слышишь, что произошла страшная авария, что звонят сообщить семье, что родственники едут попрощаться, это ужасно. Все остальное становится неважным. Штефан Хэнце попал в аварию в прошлую пятницу, когда возвращался в олимпийскую деревню на такси. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение. В результате удара Хэнце получил серьезную черепно-мозговую травму. Сразу же после аварии спортсмена доставили в больницу, где обслуживают олимпийцев. Но оказалось, что там нет отделения нейрохирургии, и Хэнце пришлось перевозить в другой госпиталь. Немецкие СМИ пишут, не исключено, что драгоценные минуты были потеряны. Немецкие спортивные функционеры эту информацию не комментируют. Олимпийская сборная Германии сегодня скорбит. Все немецкие флаги на олимпийских объектах в Рио приспущены. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. И еще один печальный инцидент в Рио. Прямо на головы посетителей Олимпийского парка рухнула тяжелая телевизионная техника. Подробнее об этом в нашем обзоре. Загадочное похищение в Мексике. В популярном туристическом городе Пуэрто-Вальярто вооруженные люди в масках напали на ресторан и увезли с собой 16 посетителей. Кто это сделал и с какой целью, пока неизвестно. Мексиканские власти просят помочь всех, кто знает хоть что-нибудь о похищении людей. Неизвестно также, есть ли среди них туристы. Пуэрто-Вальярто очень популярна среди иностранцев. Благодаря живописным местам и системе питания все включено. Полиция изучает видео с камер наблюдения ресторана. К поискам подключили вертолеты и катера. В Олимпийском парке на головы посетителей упала телевизионная камера. Два человека получили серьезные травмы. Подвесное оборудование сорвалось прямо на прохожих возле баскетбольной арены. По предварительной версии причиной инцидента стали технические просчеты. Тросы, которые держали камеру, не выдержали нагрузки. Фастфуд для веганов. В Берлине открыли ресторан быстрого питания для вегетарианцев, которые не могут себе отказать в бургерах. Выглядят они как обычно. Есть и булочка, и сыр, и котлета, но правда не мясная, а растительная. Сделанная на основе белков пшеницы. В Берлине много вегетарианских ресторанов, однако новое заведение отличается тем, что предлагает некую альтернативу. А именно, откушать блюда, похожее на привычное, но без мяса. Китайцы запустили в космос первый в мире квантовый спутник. Благодаря ему, Поднебесная стала на шаг ближе к разработке так называемой невзламываемой связи. Этот спутник весом почти в полтонны во время работы на орбите будет передавать зашифрованную информацию, которую невозможно будет скопировать или перехватить. Сейчас в мире интерес к такому виду связи очень высок. Эксперты ищут любые способы для защиты информации от атак хакеров. И на этом пути Китай занимает лидирующие позиции. Легендарный отель-казино «Ривьера» взорвали в Лас-Вегасе. Зданию было чуть больше 60 лет, и в последнее время здесь мало кто останавливался. Туристы предпочитали более комфортабельные современные гостиницы. Местные власти решили снести легендарную «Ривьеру», а на ее месте построить один из объектов конференц-центра Лас-Вегаса. Разрушение выглядело как шоу. Направленным взрывом здание будто растворилось в клубах пыли. И закончим этот выпуск на радостной ноте. Украина получила первое олимпийское золото на играх в Рио. Гимнаст Олег Верняев завоевал первое место на брусьях. Это вторая медаль Верняева на этих играх в многоборье. Он уступил японцу и заработал серебро. На сегодняшний день у нашей сборной шесть медалей. Одно золото, четыре серебра и одна бронза. На этом у меня все на сегодня. Хороших вам новостей побольше. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова